Бахмутское направление, с него начинаем. Внимание на экран. Там оккупанты совершили безуспешные наступательные действия в направлении Богдановки, нанесли авиаудары в районах Сергеевки, Солидары и Белой горы. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали районы населенных пунктов Васюковка, Марково, Хромовое, Часовьяр, Ивановское, Азаряновка и Южное. Все это Донецкая область. На Авдеевском направлении россияне осуществили безуспешные наступательные действия в направлении Первомайского. Нанесли авиационные удары в районах Авдеевки и Северного. Осуществили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Сухая Балка, Авдеевка, Орловка, Водяная, Карловка, Невельская, Александрополь, Валентиновка, Керамик, Степное и Первомайское Донецкой области. Все много населенных пунктов находится под обстрелами оккупантов, потому что наши бойцы освобождают территорию и, соответственно, их сразу обстреливает оккупант. Маринское направление не исключение. Там враг проводил наступательные действия в районе самой Маринки, успеха не имел. Нанес авиационный удар в отместку возле Красногоровки. В то же время совершил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Георгиевка, Маринка и Победа. Это также Донецкая область. Далее Лиманское направление. Там россияне нанесли авиаудары в районах Белогоровки Луганской области и Веселого, Спорного и Раздоловки в Донецкой области. Артиллерийским обстрелом подверглись Белогоровка Луганской области и Торская, Серебрянка, Верхнекаменская, Спорная и Раздоловка Донецкой области. Далее Шахтерское направление рассматриваем. Там подразделения Силы обороны освободили село Ровнополь Донецкой области, о котором я говорил ранее. Россияне нанесли авиационные удары в районах Причистовки, Благодатного и Макаровки. Осуществили также обстрелы населенных пунктов Ильинка, Поросковиевка, Новомихайловка, Углидар, Причистовка, Сторожевое, Елизаветовка, Богоявленка, город Углидар, Золотая Нива, Макаровка, Новоселка, Новополь и Зеленое поле Донецкой области также были обстреляны артиллерии оккупантов. На Северском и Слобожанском направлениях россияне осуществили минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Горск, Черниговской области, Середина Будо, Сорокино, Коренек, Ходино, Стукаловка, Юнаковка, Локня Сумской области, а также Уды, Красная Заря, Одноробовка, Ветеринарная, Гоптовка, Стрелечья, Пыльная, Казачья Лопань, Мараховец, Лукьянцы, Избитская, Плетеновка, Агерцева, Волоховка, Бударки, Землянки, Чугуновка и Отрадная на Харьковщине. Купинское направление рассмотрим. Там захватчики осуществили безуспешные наступательные действия в направлении Стельмаховки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Красная 1, Фигалевка, Новомлинск, Двуречная, Масютовка, Кисловка и Берестово. Это Харьковская область. И очень непросто на Запорожском и Херсонском направлениях. Там оккупанты сосредотачивают основные усилия для недопущения продвижения украинских войск. Враг нанес авиационные удары в районах Левадного и Олешек. Осуществил артиллерийские обстрелы населенных пунктов Тимировка, Новодаровка, Левадная, Ольговская, Малиновка, Запорожье, Красное, Гуляйполе, Железнодорожная, Гуляйпольская, Малая Токмачка, Орехов, Щербаки, Пятихатка, Лобково, Запорожской области, Никополь, Днепропетровской области, Дудчаны, Ольговка, Республиканец, Львовская, Тягинка, Бургунка, Качкаровка, Николаевка, Змиевка, Антоновка, Наднепрянская, Молодежная, Инженерная, Зеленовка, Херсон, Белозерка, Береговое, Днепровская, Ромашково и Чаривна, Херсонская области, а также Очаков Николаевской области. Продолжение следует...